здравствуйте друзья утро 9 мая у нас 10 часов разницы по времени с москвой в москве сейчас соответственно 8 часов вечера 9 мая а мы вот только проснулись едем на работу и соответственно тема у меня будет день победы потому что это такой день мимо которого пройти нельзя это очень важный день для многих людей по разным причинам наверное и так далее но для меня это больше как вот день памяти и я думаю что наверное роль старшего поколения а я как бы постарше большинства людей на нашем канале роль старшего поколения состоит в том чтобы передать какую-то информацию вот так из рук в руки который может быть нет по телевизору которая такая более официально а вот если есть еще такой пласт информации которая передается от родителей там к детям и так не только к родственникам а старшего поколения к младшим поколениям давайте я вам чем такое расскажу у меня на глазах я 56 года рождения уже 11 лет прошло после войны как раз я родился за 10 дней до дня победы и вот я застал еще то время когда в москве было очень много инвалидов они по разному как бы выглядели то есть кто-то были совсем такие знаете на безногие на тележках таких на подшипничках не было таких фирменных тележек как вот сейчас есть хороших качественных и вот они в местах скопления народа их было много это могли быть подземные переходы день с такие места там народных гуляний там и так далее и вот они ну по-разному кто-то просто там как-то время проводил кто-то может быть там знать как не на хлеб прошу на водку прошу а были люди такие знаете с гармошкой вот он там стоит где-нибудь на углу там и вот играет на гармошке а ему там в кепку значит люди там бросают медики свои и я помню одного такого человека и их потом убрали с улицы практически в один день это как-то произошло красный и убрали а я еще помню время когда их было много они были повсюду вот вы не могли там пройти 15 минут по городу чтобы значит не было там инвалидов и вот а молодые же еще понимаете это после войны то вот я родился 10 лет прошло на времена которые так уже очень хорошо помню но 20 лет прошло молодые парни и дяденька был такой с гармошкой гимнастерки выцветший я не знаю был ли он танкистом но он пел песню про танкистов а во время войны может быть вы знаете может быть легко догадаетесь люди которые там по фронтам по госпиталям вот они не столько сочиняли песни сколько переделывали какие-то известные тоже катюшу вот они переделывали какие-то слова там писали это был колоссальный взрыв вот такого творчества песенного и в частности вот на мотив песни я я за как она называется официально вот это вот там любо братцы любо любо братцы же с нашим атаманом и не приходится то жить вот тоже была такая популярная мелодия и он на этот мотив пел песню я я все конечно не помню это как бы давно было и собственно я был ребенком но вот там было нечто что меня тогда зацепил очень сильно как-то вот сознание детское я запомнил пару куплетов хочу вам значит передать как бы вот такой пласт информации неформальный он там по ходу песни он где-то там участвовал был бою и танк подбили он как из него выбрался и вот там будут такие слова тут меня в особый вызвали отдел почему спросили вместе с танком не сгорел до особое отдел это как вы догадываетесь вот я не знаю как они там по по подчинению да но это вот как бы по борьбе там с предательством со шпионами там со всеми делами вот как бы вот почему спросили вместе с танком не сгорел ну и дальше там идет припев такой что вот любо братцы любо любо братцы же с нашим командиром не приходится тоже это и потом в так второй куплет который я помню там она говорит погодите братцы я им говорю следующий атаки обязательно сгорю и вот но он так у него веселая как бы песня получала так весело исполнял там и все такое но вдумайтесь вот просто содержание знаете как как в песне другой что мы за ценой не постоим но какая цена ребята и что тут сказать 9 мая когда объявили о капитуляции германии как раз вот сорок пятом году моя мама ей был 21 год еще не было 21 даже 20 лет было она была студенткой в москве и высыпала колоссальное количество народа на красную площадь это не было вот как сейчас там да или в наше время там по разнарядке вот такой-то институт значит там обеспечивает колонну там да нет вот люди эмоции захлестывали и у меня в памяти и и рассказ об этом как вот она была 9 мая что творилось на красной площади и там плакали обнимались незнакомые люди обнимались целовались там соорудили такие эстрадки тут же на ходу чтобы повыше толпы было и там какие-то музыкальные коллективы вот вам очень любила утесовский джаз и вот там была такая вот эстрадка с утесовским джазом они там выступали вот и но не суть я я я суждаю что мама нет живых конечно она может быть светлой памяти она может быть рассказала бы так более подробно но во всяком случае это все настолько эмоционально и настолько затрагивает самые глубинные вообще струнки такие сложные в жизни человека в системе ценностей наших и мы конечно каждый день мы должны что-то съесть мы должны там пойти на работу мы должны детьми заниматься и вот эта рутина отводит ну какое-то место там второе третье пятое десятое каким-то вещам которые очень сущностны и мы не можем так конечно сколько лет прошло мы не можем целыми днями думать на эту тему и кроме кроме темы войны есть еще темы от которых надо думать и надо помнить во всяком случае но в этом и смысл наверное праздников что мы в этот момент возвращаемся мыслями какому-то периоду времени каким-то событиям и мы своей памятью говорим как бы тем людям которые не дожили до этого дня тем людям которые отдали самое дорогое что есть вообще у человека жизни свои отдали за то чтобы мы сегодня вот могли обсуждать говорить спорить скорбеть радоваться и так далее кто-то заплатил вот эту цену и эти кто-то это не очень удаленные от нас люди это наши для меня это родители там вот этого поколения до люди там дяди тети там и так далее это это бабушки и дедушки это не не так уж удаленно но соответственно для тех кто помоложе нас там может быть плюс одно поколение может может быть даже плюс два поколения но что тут сказать есть у войны есть великой отечественной войны есть два что ли лица может быть так сказать и было два лица вот я себя помню маленьким и постарше и так далее всегда было два лица значит первое лицо оно лицо такое официальное это то что покажут по телевизору это фильмы которые вы смотрите книги которые может быть читаете в наше время было очень очень много книг про войну это постоянно еще было очень много детективов про шпионов вот как-то шпионская тема она очень сильно присутствовала там 50 60 70 у меня бабушка очень увлекалась время про шпионов что читала всегда было что читать про шпионов интересно и и было второе лицо это вот то что из уст но передавалась от человека к человеку и ветераны не участники войны они не любили вспоминать знаете я сейчас понимаю почему потому что ты каждый раз когда начинаешь вспоминать ты погружаешься воспоминания ты снова как бы переживаешь какие-то очень тяжелые моменты своей жизни они не любили этого ничего вспоминать бывали какие-то оказии но в общем это очень тяжелые воспоминания да вот этот пласт на нам бы не растерять вот к чему я говорю фильмы останутся книги останутся какая-то официальная утвержденная там не знаю повестка или там скажем как сказать система взглядов она останется вот а есть еще что-то что не попадает на экраны но как бы является частью нашей нашей истории не менее важной и нашей памяти поэтому вот это бы не растерять поэтому я вот и считаю как бы своим долгом рассказать то что я видел вот сразу после войны еще я наверное говорил об этом раньше но вот я закончу вот вот чем поскольку отец у меня был военнослужащий и мы жили в гарнизонном доме и соответственно там семьи семьи офицеров жили в этом доме и практически ну в силу возраста людей которые там были они все были участниками войны практически все как только праздник такой или что-то вот они как выйдут там и все вот медали в орденах там прям тогда очень много было людей которые были в медалях и в орденах вот допустим день победы например в школу идешь и вдруг ты видишь что там учителя почти все фронтовики но кто постарше то немножко вот они они уже все в медали и что хочу сказать вот у нас был дом такая хрущевка 4 подъезда 5 этажей на каждом этаже 4 квартиры значит соответственно что мы имеем на в одном подъезде 5 на 4 20 квартир 4 подъезда 80 квартир где-то в возрасте от 40 может быть 3 до 48 практически все мужчины которые участвовали войне практически все они умерли и вот на весь этот дом было два человека которые пережили которые дожили до 50 вот мой отец и еще там был один человек до 55 вот вот только отец мой дожил но он уже дожил почти до 90 и вот к чему я рассказываю это война это то что произошло уже 20 лет спустя после войны там 20-25 но те как сказать битвы что ли так скажем которые случились 20 лет назад они не давали людям жить нормальной жизнью спокойной человеческой понимаете они приходили во снах они кричали по ночам это это было так обычно вот когда там папа там кричит ночью там просыпается что-то кричит у каждого второго понимаете это было так общее место я бы я бы так сказал вот эти люди они они не могли они так износились во время самой войны и они настолько их здоровье может быть психическое боль больше даже здоровье вот такое здоровье было подорвано они они не могли уйти с войны понимаете 10 лет спустя 20 лет спустя это все колокотало и они просто очень недолго жили поэтому что я хочу сказать что к тем миллионам которые погибли на фронтах и погибли не обязательно на фронтах но вот в силу того что была война и мирные жители очень много мирных жителей погибло к этому надо добавить еще миллионы людей которые просто не не дожили 20 30 40 лет своей жизни просто не дожили война их забрала не сразу вот а вот так чуть попозже и я думаю что вот это надо помнить и это часть нашей памяти часть нашей истории это часть нас на самом деле если мы не откажемся от своей истории от своей памяти то это часть нас поэтому я вот хотел об этом напомнить раз такой день когда мы вспоминаем вспоминаем войну и вот этот вот праздник со слезами на глазах вот как бы это день победы и это действительно день это праздник со слезами потому что празднуя победу мы не можем мы права не имеем забыть о том какой ценой все это далось вот на этом я хочу ребята с вами расстаться сегодня хочу сказать с праздником с днем победы и мы не имеем права забывать и наша обязанность донести это все до наших детей до наших внуков донести это до тех кто будет после нас чтобы не затерлась не пойти не делась никуда чтобы было всегда с нами что больше такого не повторялось никогда счастлива а